В преддверии зимнего праздника каждый взрослый и ребенок ожидает новогодних чудес. Воспитанники отделения спортивной гимнастики уже получили долгожданные новогодние подарки. Успехи спортсменов во многом зависят от тех условий, в которых они занимаются. Но несмотря на то состояние снарядов и матов, девушки и юноши отделения спортивной гимнастики достойно выступают на соревнованиях. Подтверждением служат разряды ребят. Тренеры воспитывают мастеров и кандидатов. Перед Новым годом гимнасты получили очень нужный подарок. При поддержке городского совета народных депутатов в спортивной школе появились гимнастические маты. Для спортсменов это долгожданное и необходимое приобретение. За долгие годы работы отделения маты не менялись и уже давно пришли в негодность. Но тренеры и ребята продолжали на них заниматься. Сегодня мы общими усилиями сконсолидировались и решили одну из сложившихся больших проблем в школе, именно в отделении гимнастики. Ребятишки наши хорошие, молодцы и умницы. Они все прекрасно занимаются, прекрасные у них результаты. Будут они там большими спортсменами, добьются они больших высот или нет, но они занимаются для себя. И это уже радует, что наши дети заняты, что они заняты белым, что они воспитывают в себе нравственность, они воспитывают в себе красоту, тело, движение и духа. Занятия у гимнастов проходят каждый день и теперь для этого созданы более комфортные условия. Маты требовались каждому снаряду для подстраховки ребят при выполнении элементов. Два новых куба, гимнастическая дорожка и 35 матов не только красиво выглядят, но и соответствуют гигиеническим нормам. У нас на самом деле был плачевный состояние, очень плохое состояние. Нам не то, что не хватало. У нас разорванные маты, даже этих матов не было. Вот у нас, допустим, работает на отделении 5 тренеров, и каждый тренер к себе эти маты, мы их рвали. Дайте мне 3, дайте мне 2, нам их просто элементарно не хватало. А теперь, а у нас дети работают по программе, мы кандидаты в мастера спорта, по программе мастеров спорта, они делают сложные элементы. Ну, вы сами прекрасных видели, какие замечательные у нас детки. Материально-техническая база отделения спортивной гимнастики далека до современной комплектации. Ребятам необходим опорный прыжок, в школе его заменяют другие снаряды. Выполняем опорный прыжок через 2 коня. Сейчас такого даже снаряда нет. Мы приезжаем в Котовск, там стоит гимнастический язык, или гимнастический стол, снаряд даже другой. У нас мост один гимнастический на все отделение. Конечно, это очень трудно для ребенка, когда он с этих условий приезжает в хорошие условия. Там другой снаряд совершенно, вы понимаете. Поэтому нам это необходимо, как воздух. Конечно, хочется, чтобы на нас повнимательнее обратили внимание и помогли еще немножечко, хотя бы немножечко. Подарками мы не избалованы, признаются тренеры. О новых матах давно говорили, о них, можно сказать, мечтали. И вот, наконец-то, желание исполнилось. Накануне Нового года. Юлия Князева, Алексей Шаповалов. Новости ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова